Некоторые новички, которые приходят в спортивный зал, сталкиваются с проблемой подвижности плечевых суставов. И зачастую все, что им советуют, это опускание палочки раздухватом за спину или же прокручивание через сторону. Я сейчас покажу все разнообразные виды упражнений, которые я во всяком случае знаю, которые начинаются с общей разминки и вплоть до растяжки с небольшими весами. Ну а вы уже сами выберите, что вам подходит и используйте это или не используйте. Какие есть упражнения в общей разминке? Это круговые движения одной рукой, в одну сторону, в другую. Я буду показывать не очень много раз, просто для того, чтобы показать это упражнение. Следующее упражнение это круговое движение двумя руками. Потом руки делаем перед грудью и делаем вот такие движения. Потом вверх-вниз. Бросаем руки так, чтобы они в нижней и верхней амплитуде тянули плечи. Далее берем вторую руку и заводим. Стараемся сейчас за голову, а здесь стараемся за затылок. Останавливаемся и потом опять продолжаем тянуть. Нет, я не буду качать руки, а буду тянуть плечи. Дальше. Небольшой отдых. И тянем дальше. Дальше. Дальше, что нам нужно, это стойки и штанга. Тянем плечи сначала по отдельности в каждую руку. Так кладем руку относительно туловища, в сторону, в другую сторону, для того, чтобы растягивать плечо под разными углами. Попробуем вторую руку и потом можно приступать к растяжке двумя руками. Кладем руку вперед, вправо, ноги ставим так, чтобы они были у нас, когда мы наклонимся к штанге, приблизительно вертикально. Не так вот далеко. И когда вы будете проваливаться вниз, вы будете не только вниз проваливаться, но еще и вперед двигаться. И получится у вас движение под разными углами и можно не заниматься не растяжкой, а наоборот промерой. Поэтому подберите и всегда подходите именно так, чтобы у вас голень была вертикальная и вы двигались чисто вниз. И вот такими движениями проваливаемся вниз. Проваливаемся раз, замерли. Немножко расслабились. Так крять начинает тянуть. Если происходит какая-то забитость или дискомфорт в плечах, выкривляемся, можно потрясти руками, восстановить кровообращение и опять приступить. Потом можно перевернуться спиной к штанге. И здесь уже можно использовать разную постановку ног. Если отойти далеко, мы будем садиться вот в таком положении и вот под таким углом у нас будет тянуться. Можно зайти прибавку под штангу и вот таким движением тянуться. Здесь уже пружинящим движением не получится растягивать. Здесь чисто за счет провисания и за счет тяжести тела. Нет, я не спрятался. Я тянул плечи. Подходим к дверному косяку. Кладем вдоль, в данном случае, либо самого косяка, либо стены. Кладем полностью плечевую кость и предплечье. Немножко заходим сюда ногой. Ну там делаем пол шага вперед. И за счет проходимости в груди, вернее не в груди, грудью в плечевом суставе проходим, стараемся пройти вперед. И тянем таким образом. Плечевой сустав, руку назад. Можно то же самое делать сгибая руку в плечевом суставе. Буду показывать так, чтобы вам было видно. Вот опираемся локтем. И так вот тянем. То есть, кому как удобно. Кому-то нравится одно упражнение, кому-то подходит другое. Берем ее широким хватом, так чтобы у нас в первые несколько раз палочка при прохождении за спину не создавала дискомфорта. Прокрутили. И дальше начинаем постепенно, постепенно, по чуть-чуть, по полсантиметра с каждой стороны, по сантиметру убавляем. И доходим до такого состояния, чтобы у нас не вот так вот проворачивались плечи и не сгибались руки. А так, чтобы руки были по-прежнему прямые и без излишнего дискомфорта, болевого такого, чтобы... Ну, надо понимать, что тянутся плечи, а не вы как-то наносите вред плечевому суставу. Дальше через стороны. Это все отдельное упражнение. В другую сторону. Ну, это упражнение больше для локтевых суставов, но в любом случае здесь же преломляется и плечевая кость, а значит и также плечевой сустав тянет. Можно вот так вот поиграть руками, создать вот эту амплитуду движения, который у нас толчки имеют. И если вы попробуете, вы поймете, что производите определенную пользу. Особенно, когда толчковая тренировка. Вот такое упражнение недавно я увидел у одного спортсмена. Чтобы понять, как это делается, берем палочку, сгибаем сюда к предположенному плечу, берем здесь рукой и опираясь на на лопатку, скажем так. За счет, получается, как бы рычаг начинаем тянуть. И таким образом тянем. Очень эффективно. Это упражнение эффективнее, чем мы это делаем руками. Которую я показывал. Потом делаем снизу тянем. Казалось бы, у меня плечевая кость стоит на месте, но происходит все равно смещение. Может быть, визуально невидимое смещение, но я чувствую, как в суставе происходит такое, что сустав тянется. И обязательно приобретите резинку или жгут. Очень хорошая вещь. Можно растянуть плечи абсолютно под любым углом, с любой амплитудой. начиная от стандартной, вниз, вверх лучше одну руку. Более продуктивно можно. И чем хорошо, то что с резинкой можно отходить далеко, задавать большую нагрузку, подходить ближе, меньше. То есть можно регулировать как угодно. в стороны. Ну и потом можно под разными углами. Можно переворачиваться. То есть делать разнообразную, давать нагрузку, либо там, наоборот, назад, либо вперед. Вот так вот. До этого я делал назад. В данном случае вот делаю вперед. И что мне больше всего нравится, это можно потянуться в положении, где руки принимают положение, как в толчке с груди. То есть я поднимаю руки вверх, как будто держу штангу, и в этом положении тяну. Причем нагрузку могу задавать абсолютно максимально. Берем большой диск. Не блин, как называют многие, даже именитые спортсмены. Блины ждут нас у бабушки. А это диски. Диски от штанга. Ложимся. Ложимся так, чтобы голова немножко свешивалась с лавочкой. Берем диск и опускаем за голову. И тянем плечи. За счет тяжести вес. Вес должен быть небольшой. Вес подбирается таким, чтобы он не заставлял ваши мышцы напрягаться для удержания веса. Растяжка подразумевает это увеличение амплитуды под действием расслабления мышц. Берем два диска в две руки. Ложимся на спину и опускаем руки в сторону. Делаем такое же движение, как делается при разводке, только мы при этом не качаем грудь, а наоборот стараемся опустить за счет сопротивления в плечевом суставе. Ну вот это все упражнения. Какие еще хочется дать советы? Это в каждом упражнении выполнять большое количество раз, ну минимум 15, по нескольку подходов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова